Тренинг снабжён многими разгрузочными упражнениями, играми и специальными техниками на развитие интуиции, поскольку сам тренинг ориентирован на установление и усиление взаимодействия каждого человека с его родовыми богами. И здесь включается легко и естественно включается понятие родовых богов. Мы не привыкли к этому словосочетанию, но если посмотреть на это непредвзято, то легко понять, что Всевышний един. Но вы, взрослые люди, понимаете, что на Земле живут люди с белым цветом кожи, и они имеют определённые психофизические и духовно-нравственные, скажем так, присущие именно этому народу характеристики. На Земле существуют и люди с жёлтым, красным и чёрным цветом кожи. И эти народы не одинаковы ни по своей психологии, ни по своей духовно-нравственной ориентации, ни по своим религиозным и каким-то духовно-нравственным убеждениям. У всех есть какая-то ипостась Всевышнего, прародителя, которая именно этому народу наиболее близка. Так вот, подобно тому, как у нас есть две руки и две ноги, на каждой руке пять пальцев, а на руках и на ногах их целых двадцать. То есть как бы у нас есть разные степени проявления себя через своё тело в этом мире. Также и Всевышний проявлен и в духовном, и в физическом мире через свои лики, ипостаси, формы, и качества, и свойства. На Руси это называлось богами и богинями, которые олицетворяли определённые законы мироздания, определённые законы природы и саму природу как таковую. И у нас было очень, скажем так, чёткое понимание иерархии и уровней посвящения и могущества этих богов. Хотя все прекрасно знали, что это также подобно пальцам, рукам, ногам, внутренним органам самого Единого Всевышнего. Но если, скажем, за электричество в космосе отвечает определённый бог, то на Руси знали, что имя его Перун — это простой огонь окислительных процессов. Ну это костёр, свеча, ну даже у домокозяек на кухне горит газ. Это огонь окислительных реакций. У него есть свой покровитель, то есть та часть Всевышнего, которая управляет сутью этого огня, окислительных реакций. На Руси он назывался огнебог, имя его было Семаргл. У воды есть определённые свойства. Мы знаем и четыре её агрегатных состояния, как лёд, непосредственно вода, пар и разрежённый пар. И все эти четыре агрегатных состояния имеют свои качества, свойства и характеристики. И вы наверняка знаете, что вода является настолько мощным носителем информации, что её можно превратить в святую, а можно превратить в проклятую. Её можно лечить, её можно убить. Но это не может быть просто так. Процесс этот управляем и имеет богиню-покровительницу. Имя богини-покровительницы воды — Дана. На Руси это тоже знали. Если брать космический масштаб, ну воздух, давайте тогда все стихи разберём. Огонь мы разобрали, воду разобрали, воздух. На Руси покровительствовал ему определённый бог, имя которого Стрибог. И земля, её так и звали Мать Сыра Земля. Это богиня, которая обеспечивает рождение на этой планете всем живым существам, начиная от простейшей одноклеточной водорослей, заканчивая человеком, а также святым, богами и полубогами. И она обеспечивает всем пропитание, обучение и ускорение эволюционного роста. С одной стороны, она мать-роженица, с другой стороны, она, скажем так, заместитель директора в должности зауча этой школы, где учатся души, постигая от первого до определённого класса небесные знания об окружающем мире. И эта богиня очень могущественна. У неё есть и супруг, её покровитель. На Руси он звался Ярила Тресветлый. Тресветлый или Тресветлый, потому что он освещает не только мир физический, но три мира. Мир Нави, то есть мир, то, что сейчас в эзотерике называется астральным. Мир, где живут ещё не пришедшие в этот мир души и уже ушедшие души из этого мира. И мир духовный, который на Руси назывался миром прави. Вот эти все три мира — Явь, Навь и Правь — наш мир назывался явным, потому что он легко ощутим живущими в нём существами. Вот все эти три мира освещал Ярила Тресветлый и имел, скажем так, покровительство не только над Матушкой Сырой Землёй, но над всеми 27 планетами своей системы. В школе вам рассказывают о гораздо меньшем количестве планет, потому что дальние планеты просто учёными не распознаются. Их орбиты гораздо дальше Плутона. Всё это предки наши знали. Система измерения у них, например, была один сих, равнялся нескольким колебаниям ядра Цезия. Слышали русское слово «сигануть»? Как вы думаете, что оно означает? Быстро. Телепортироваться. Просто телепортироваться, потому что передвигаться физически с такой скоростью невозможно. А вот пропасть в одном месте и появиться в другом — возможно. Потому что существовало понятие «троянного тропа». Этой тропой ещё ходил вещий Олег, он её знал. Знал её и великий князь Святослав, сын Игоря, князя Игоря. И этими знаниями наши предки пользовались, потому что они лаптям щи не хлебали, как нам на уроках истории пытаются объяснить. Они были богами и полубогами. И в этот мир, на эту Землю пришли уже духовно зрелыми душами, поскольку планета эта была найдена в космосе без человеческого населения. Всё в наших летописях прописано и постепенно заселена нашими предками. Здесь был только растительный и животный мир. Так вот, сюда принесли наши предки настолько мощные знания, которые назывались «веданием». Сейчас мы во многом их утратили. Это связано с тем, что подобно временам года на Земле, как весна, лето, осень и зима, так же и в космосе, в нашей галактике, и конкретно в нашем рукаве галактики, происходят определённые циклические процессы. Увеличение и уменьшение силы Всевышнего, попадаемого на звёздные системы нашего рукава галактики. С чисто физической точки зрения, подобно вот этим временам года, о которых я сказал, существуют в ведическом наследии Руси понятия «утро», «день», «вечер» и «ночь сварога». Сварог, кстати, мы не завершили перечисление, скажем, видов огня. Мы сказали об огне окислительных процессов, сказали об электричестве. Это тоже вид огня. То огнём термоядерных реакций управляет Сварог. Это Солнце всей Вселенной, той Вселенной, о которой знают наши учёные. Хотя Вселенных в космосе большое множество. Но люди способны осознать только свою. Вот это огонь термоядерных реакций. На его основе горит Ярила, Солнышко и все другие звёзды нашей Вселенной. Но выше него есть ещё чистый свет. Он называется Ра. Для русского человека самым простым примером является Радуга. То есть это дуга чистого света, которая в физическом мире разлагается на семь цветов. Вот это сияние Ра — это изначальный свет Всевышнего прародителя. Вот это всё предки наши знали. И виды воды знали, и виды огня, и всех других стихий, которые проявлены и на Земле, и в космосе. Так вот, когда они сюда пришли, был День Сварога. Или в индусско-ведической традиции Сатья-юга. То есть период счастья и процветания. Потом наступил вечер, наступила ночь. Вот мы сейчас живём в ночь Сварога или в Кали-югу. Век духовной деградации, духовного упадка. Чисто физически это связано с тем, что наша галактика удаляется от центра Вселенной, двигаясь по своей траектории. И количество духовной силы Всевышнего уменьшается, разряжается по мере удаления. Сейчас современный, скажем так, медицинский мир утверждает, что у человека активно только 3-5% только коры больших полушарий, только головного мозга. То есть вся остальная часть головного мозга, спинного мозга и костного мозга просто спит. У наших предков она была активна. Поэтому то, чего мы сейчас добиваемся сотовыми телефонами, телевидением, радио, самолётами, они добивались с помощью развития своих внутренних способностей. То есть вместо сотовых они пользовались яснослышанием, вместо телевизоров — ясновидением, вместо самолётов они телепортировали. И вместо речи они использовали мыслеобразы. Сейчас, ну это нам как бы доступно, но мы видим это у единиц планеты, которые всем известны. И, скажем так, в доказательствах это не нуждается. Предки наши обладали, все обладали этими качествами и способностями. И вот на основе этих качеств и способностей они производили селекционный отбор по улучшению своей породы.